Микс Ньюс Добрый день, программа «Разворот» в прямом эфире. Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин. Гость сегодняшней программы – директор Государственного Центра Доноров Крови Эгита Полы. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы можете нам позвонить по телефону, это я обращаюсь уже к радиослушателям, по телефону 672 12 93 9 и 672 13 93 9, или написать сообщение через WhatsApp по телефону 230 6191. Ну вот, за эфиром начали уже говорить о том, что после Нового года обычно для доноров, не для доноров, а для Центра Доноров Крови наступает затишье. Как в этом году? Знаете, но сначала нужно сказать с Новым годом. С Новым годом. И с новым, и со старым. Всем нашим жителям и к тому же особенно нашим донорам. Нужно сказать, да, обычно в январе немножко наблюдаем такое затишье после праздников, доноров, но нужно сказать, что в этом году мы очень рады, потому что несмотря на то, что в конце года было очень много доноров, и мы много над этими работали, потому что было важно, чтобы на эти длинные каникулы у нас были значительно большие запасы донорской крови, и это действительно так и было, но мы уже ждали, что в январе будет обычное затишье, и поэтому обращались заранее к донорам, не забыть нас в январе тоже, потому что это очень важно. Больницы в январе возобновляют плановые операции, они получили новый бюджет на Новый год, и после праздников они возвращаются к ежедневной работе и начинают плановые операции, которые уже были заранее запланированы, и поэтому донорская кровь нужна особенно в январе тоже. А затишье в январе связано вообще с чем? Что люди просто после праздников там, я не знаю, как-то отходят, приходят в себя? И когда ещё затишье наблюдаются, кстати? Да, я думаю, что это так, потому что как-то на Рождество, на Новый год мы обращаемся особенно к донорам делать хорошее дело. Это такое время, да? Это такое время, когда мы хотим что-то дарить друг другу, и к тому же почему не пожертвовать кровь и не спасти кому-то жизнь. После Нового года какое-то обычное, ну, немножко затишье имеется, потому что многие едут в каникулы, кататься на лыжах, на тёплые страны, и тоже берёт отпуски, и, ну, такое затишье наблюдается. Это естественно. Ну, второй такой период, конечно, это лето. Это июль, август, когда все тоже в отпусках и не думают о... Более пассивное такое время? Да, да. А что касается... Кстати, вы сказали, что вот вы заранее уже поработали над тем, чтобы иметь какой-то, да, ну, запас, назовём это так. А каким образом вы работаете? Вы имеете в виду, вы какие-то... Больше какой-то рекламных акций каких-то проводите или что? Да, у нас есть компании, рекламные акции. Я думаю, вы тоже наблюдали эти стенды в городе Риг, Билли, везде. Мы придумали такой, ну, нам кажется, довольно интересный такой рекламный ролик от... Ну, от лайжа грабе и подзыве и безглабе. И как-то от... От... Отойти немножко, если можно перефразировать это, отойти от скидок и... Бегом за скидки в магазинах и спасать жизнь. Там такая на лактышком языке... Ну, игра слов. Игра слов хорошая получается. И действительно, мы тоже ехали ближе к людям, зная, что перед праздником все обычно в большие центры собираются и смотрят за подарками. И мы со своим мобильным автобусом приехали там к ним ближе. Это вообще, я думаю, такое направление нашей работы – ехать ближе к донору. Потому что хорошо наша улица Меркеля и Гайлизерс, и Селпиус улица в Риге, где можно прийти и сдавать кровь. Но всё-таки мы все заняты и днём работаем. И людям очень нравится, донорам особенно нравится, когда мы подъезжаем на центры бировских центров, на учреждениях, где работает не только одно учреждение, но многие вместе работают, и там мы подъезжаем. Да, когда эти автобусы, они, кстати, когда появились, когда вы начали использовать? Ну, центры, я имею в виду. Мобильные автобусы. Которые тоже донорам очень нравятся, в котором можно сдавать кровь. То есть заходишь в автобус и сдаёшь кровь. Ну, другие автобусы, те, с которыми мы и наш персонал едет на учреждение, там уже в каком-то помещении мы делаем, ну, якобы зал доноров, и на конкретный день тогда всё приспосабливаем для того, чтобы люди могли рядом со своим рабочим местом почти прийти и сдавать кровь. То есть это два типа. Мобильный автобус, в котором можно сдавать, и автобус, в который приезжают. И тогда мы, конечно, просим, чтобы нам дали какое-то помещение, где мы могли тот день поработать и принять наших доноров. А вот эти вот мобильные автобусы доноров, они в других странах вообще распространены? Вы когда их водили в центр? Потому что я так понимаю, что это не везде они имеются. Не везде, но, в принципе, они распространены. Во Франции, в Польше, в Исландии тоже видела эти мобильные. Они разного типа. Есть такие у нас этот автобус, ну, как можно сказать, такой пассажирский автобус, который приспособлен к сдаче крови. Но имеются и такие, можно сказать, большие машины, которые приезжают, и тогда это расширяется как-то, этот, можно сказать, кузов. Ну да, пространство там внутри. Они освобождаются, и там уже так можно оборудить как мобильную лабораторию. Есть разных типов эти автобусы, они в основном распространены, потому что, ну, действительно, это очень важно подъезжать к донорам. Я просто в интернете натыкался на такой блог, человек в виде текста, ну, и фотографий. И он, получается, ездил по разным странам и везде сдавал кровь. Я так думаю, что интервалы какие-то были, видимо, он не мог это делать, наверное, раз в неделю. Но он сдавал кровь и описывал, как работает система в разных странах. Там было про Латвию, и человек очень отметил эти автобусы. Он сказал, что очень удобно, действительно, вот с этими автобусами. Но там очень разные страны, и Польша, и Западная Европа тоже. Ну, такой интересный туризм. Но в этом месяце вы анонсировали 50 выездов для сдачи в январе. 50, насколько я понимаю. Выездов, да. Это количество, оно соответствует, как бы это сказать, отзывчивости жителей, спросу на эти выезды. Или всё-таки вы иногда где-то в регионах впустую, получается? Нет, никогда не получается впустую. Люди, действительно, доноры очень отзывчивые. И мы над этим тщательно работаем. Потому что заранее уже мы, например, уже почти уже полный у нас февраль. Мы уже работаем и знаем специальный человек, который звонит в учреждение. У него есть график, где мы долго не были, где там он звонит и согласовывает наш визит или донорский день, если можно так сказать. И уже у нас есть план, план выездов в учреждение и план выездов мобильного автобуса. Это уже заранее мы планировали. Спланировали, да. Нам звонят, кстати, наденьте, пожалуйста, наушники вот лежат перед вами. Давайте примем звонок. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Добрый. В советское время была такая система мотивации. Давали награду человеку, реально не писали. На ней был донор первой степени, донор второй, донор третий. Вы сейчас говорили просто о мотивации. А может быть, как-то поговорить с государством, чтобы эти награды были официальные, чтобы ты же все-таки спасаешь людей, тратишь свою кровь на спасение людей. И у тебя должен быть какой-то орден первой степени. Плюс какая-то карта, типа как карта 3+, которая дает какие-то скидки. Я думаю, все организации согласятся, что это дело нужное. Вот, дополнительные мотивации. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Действительно, это было. И нужно сказать, что что-то у нас еще имеется. Насчет мотиваторов, то, конечно, это свободный день, который по закону полагается. Выходной, да? Да, выходной, который полагается по закону каждому донору. И тот день, в который он сдает кровь. И еще дополнительно один день, который он может использовать в течение календарного года. Еще и… А то есть это, простите, это обусловлено именно таким вот… Я думал, что просто выходной дается с каких-то медицинских и клинических показаний. То есть человеку нужно отдохнуть, а это просто в виде действительно награды. Ну да, думаю о том, что действительно нужно как-то компенсировать то, что вы действительно пришли и сдавали кровь. Мы, конечно, берем кровь только здоровьем людям, донорам. Мы еще в конце поговорим об этом еще раз. Но по закону это очень важно и донорам, которые работают, особенно в государственных учреждениях, тоже частных. Это очень нравится, потому что это можно продлить отпуск или продлить конец недели. Главное не продлить отпуск на неделю, не пытаться, наверное, сдавать столько крови, чтобы… Нет, это тоже сказано, что не больше в течение года, не больше 5 дней можно получить. Мужчины могут… То есть 5 раз дать можно, да? Да, мужчины могут 5 раз, женщины не больше 4 раза. То есть это максимальная сумма, которую можно получить в качестве свободных дней. Насчет почетных доноров это еще сохранилось, имеется. Конечно, мы немножко потеряли те даты, которые были, ну, можно сказать, в советское время перед независимостью, в первый год независимости. Потому что, когда это все было не в компьютерах, но это было в письменном виде, собирали кровь разные учреждения, не только центр доноров, но и в больницах. И там эти все архивы, ну, трудно найти и доказать, что действительно человек настолько много уже раз вздал. Но какая-то база данных у нас есть. И поэтому мы каждый год, как раз 15 февраля, будет такой донор Патайцы и Бесконцертс. Это день благодарности доноров, которые уже пятый год мы подряд проводим. В начале конкретного года это произойдет в Splendid Palace в Риге. И там тоже разные группы участвуют, они тоже участвуют бесплатно, как можно сказать, пожертвуют своим временем и своим искусством. И радуют наших доноров. И мы приглашаем всех доноров, которые смогут прийти из регионов тоже. И каждый год мы находим 5 более таких доноров, которые сдавали кровь более много раз. И особенно их как-то еще поощряем на этом концерте. И к тому же у нас сотрудничество с Латвийским Красным Крестом. И они тоже поддерживают эту систему поощрения доноров. И тоже часто работают на регионах и выдают эти почетные, можно сказать, грамоты почетным донорам. Так что это еще и имеется. В общем, по сути, если подытожить, значит, выходной и концерт, во время которого… Да, ну и определенные сувениры, которые мы тоже выдаем. Там теперь на Рождество очень понравилось. Такие с нашим логотипом носки. И женщинам, мужчинам это очень нравилось всем донорам. И ручки, блокноты, там многие такие подарки, которые, кажется, может… Ну, что это такое, но донорам все-таки очень приятно и нравится. Просто, получается, у вас есть система, в которой вы подводите итоги, видите, кто топ-донор, можно сказать. Но из года в год эти люди, они повторяются многие, получается? Многие ветераны, они как и вы, остаются ветеранами? Конечно, ну и все, конечно, мы их не забываем, но и появляются новые доры, которые тоже нужно отметить и поощрять. Но если мы можем еще говорить о всяких стимулах, то все-таки нужно учитывать, что в мире все-таки имеется такая тенденция, и всемирная организация здравоохранения как-то все-таки считает, что донорство должно быть безвозмездным. То есть, ничто не может, никакой материальной стимул не может поощряться, сдавать кровь, потому что, ну, якобы, если человек только думая о том, что он получит, приходя как донор, тогда, может, он не совсем чувствует себя здоровым. И, конечно, как доноры нам нужны только здоровые люди. Короткий сейчас перерыв. Глава госцентра доноров крови Эгита Пола у нас в гостях. Буквально через минуту вернемся. Оставайтесь с нами. Продолжаем говорить с главой госцентра доноров крови Эгиты Пола по поводу мотивации и компенсации. Коротко еще сейчас. Вот у нас, да, как известно, человек еще может получить компенсацию в виде денег 4,27, вот эта вот стандартная цена. Во-первых, да, вот пару слов, может, вы в эфире тоже скажите, что, получается, в западных странах это считается не очень приличным, да? То есть, деньгами благодарить человека за его кровь. Ну, конечно, мы не считаем, что мы платим за это. Ну, это просто какая-то возмездность. Так или иначе, это деньги. Да, да, но все-таки это деньги. Конечно, эта сумма никак мы не считаем, что действительно можно как-то то, что люди дарят свою кровь, благодарить деньгами. Но все-таки, как я уже говорила, Всемирная Организация Здравоохранения как-то велела всем государствам постепенно отказаться от какой-то... Денежной отпущения, да. ...компенсацией, но мы тоже... Но в Западной Европе не очень понимают, да, это? Да, в Латвии люди могут отказаться, и есть возможность такая, когда он заполняет документы. И около процента, насколько я понимаю, да, отказалась в прошлом году? Да, но все-таки наши люди не очень охотно, может быть, нам нужно еще поменять разговор или разъяснительную работу, но не очень охотно отказались. Ну, пока мы эту систему продолжаем, мы никак не считаем, что мы как-то можем заплатить о том, ну, то добро, что люди приходят и сдают кровь и спасают жизни. Ну, какой-то компенсации это имеется, ну, как я уже говорила, и какие-то сувениры мы тоже даем. А известно вам много ли стран вообще, например, в Евросоюзе, в которых еще система компенсации действует? Ну, хотя бы Литва и Эстония у них это есть? В Литве и Эстонии нет, в Эстонии уже нет с 97-го года Литва отказалась от денежной компенсации где-то 3 года тому назад. То есть Литве и Эстонии нет, ну, мы, я думаю, тоже на это перейдем, но мы идем медленным путем, разъяснительная работа, и пока мы очень рады и благодарны всем донорам, и система имеется такая, какая она есть. Еще звонок давайте примем, наденьте наушники. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Пожалуйста. Я не мог не прокомментировать то, что ваше гостье говорило. Я понимаю, что с какой-то точки зрения этики это, конечно, было бы значительно благороднее, если бы никаких там компенсаций, как вы только что говорили, не было бы в результате сдачи крови донором. Ну, на сегодняшний день эта сумма, ну, никак не может фигурировать для человека, который таким образом хотел как-то помочь своим близким, поскольку дабы добраться до центра донорства, если он там рядом не живет и не доходит своими ногами там, по-моему, это еле оплачивает какие-то там задержки, связанные с тем, чтобы доехать, оставить там машину, не дай богу, еще и потом вернуться обратно. На сегодняшний день это, ну, никак не имеет под тобой почву называть это какие-то там, не знаю, зарплатой за то, что ты сдал свои крови. Это как минимум какая-то там часть просто денег для того, чтобы ты приехал, реализовал эту какую-то стою, нежели заработать. Поняли вас, спасибо. Ну, здесь о символических деньгах речь идет, конечно. Да, спасибо за вопрос, я совершенно согласна с вами. Это действительно, мы так и считаем, что это транспортная компенсация, чтобы подъехать там, где имеется или мобильный автобус, или учреждение, в котором день доноров, или приехать на Гайлизерс в Риге, на улицу Меркеля, на улицу Селпиос. Это действительно, мы так считаем, никак иначе, но если мы смотрим по статистике и сравняемся с другими странами в Европе, то это так. Но я еще раз подтверждаю, что никак мы не считаем, что мы как-то платим за эту кровь, потому что действительно это транспортная компенсация. По статистике сейчас еще поговорим чуть-чуть с вами. Во-первых, как я понимаю, в 2019 году сдавали жителей Латвии немного, но больше все-таки крови, чем раньше. До этого наблюдался как будто бы спад некоторый. Но при этом среднестатистический донор стареет. Сейчас ему 35 лет среднему? Нет, средний уже 37,2. Ну вот, здесь с этим пунктом более все понятно, что у нас население стареет активно, с ним стареет и донор. А вот почему больше стали сдавать? Есть ли какие-то объяснения? Рекламные акции вашей работы? Я бы хотела сказать, что наши люди, ну как-то очень… Наше общество по сравнению с другими странами Европы, можно сказать, что здесь мы в авангарде и действительно очень сочувствуем людям, которые попали в беду. И мы все очень благодарны этим, потому что это действительно уникально, что при тем, что наше общество стареет и стареет везде в Европе, мы видим, что мы почти единственная страна в Европе, в которой число полнокров доноров растет уже в 2018 году, это было немножко больше, чем в 2017, и в прошлом году мы достигли цифру, которая была в 2011 году, после кого уже начался немножко такой спад на низ. То есть мы очень рады, что если мы так всегда сравняемся с другими странами в Европе, то можно сказать, что этим мы можем гордиться. И я думаю, тоже Центр доноров, очень отзывчивый персонал, и мы смогли сделать эту процедуру очень приятной, насколько она может быть приятной, но всё-таки… По крайней мере, не неприятной. И доноры охотно приходят, и как-то мы смогли тоже с помощью средств массовой информации как-то убедить, насколько это важно, что действительно мы спасаем жизнь, потому что мы это понимаем, наше поколение, но молодые люди, они совсем иначе думают, они не знают то, что знаем мы, и им нужно совсем другое обращение, рассказывая, что такое кровь, как можно сдавать, можно вообще не сдавать кровь. Они знают то, что знаете, вы это, например, что конкретно имеете в виду? Ну, например. Ну, что действительно, что можно сдавать кровь, что переливание крови спасает жизнь, и что иногда без переливания крови мы никак не можем спасти человека. Да, действительно, все эти вещи. Может, нашему поколению это движение доноров как-то было более понятно, но сейчас нам нужно найти новые каналы, как привлечь молодёжь. Ну, вы довольно креативно к своим этим акциям подходите. У вас было сотрудничество, например, с «Динамо Рига», вы в этом хоккейные, там, билеты какие-то тоже, кстати, гостика о мотивации. И на 14 февраля, я помню, у вас было что-то. Что у вас сейчас впереди ожидается, что-то с «Динамо Ригой» вы еще сотрудничаете? Да, еще сотрудничаем не только и перед футбольными матчами, в стадионе Даугова бываем, и да, с спортсменами очень охотно мы дружим. И действительно, наш мобильный автобус перед каким-то мероприятием тоже приезжает, и доноры в тот день могут получать бесплатные билеты. Я хочу еще сказать очень большое спасибо всем, которые сотрудничают, с тем учреждениям, которые с нами сотрудничают, потому что они тоже смотрят, какую социальную работу они могут делать, и находят нас, и мы так находим очень хорошей, такой совместной… Ну, какое-то сотрудничество ваше. Сотрудничество, да. А до 150 человек в день сдает, правильно я понимаю? Да, да. В среднем, можно сказать, 110, 120, 150 – это очень, да, такой хороший цель. Довольно много. Да, но это никогда неизвестно, насколько тяжелые и сложные пациенты будут в больницах. Можно сказать, сегодня, например, у нас, ну, например, у нас запас хороший, и через час может быть очень-очень серьезный пациент, который весь запас значительно уже снижает. Давайте звонок еще принимем. Слушаем вас теперь. Извините, пожалуйста, я с ним особо бесполезно. Пожалуйста. Так получилось. Вы знаете, касательно вот увеличения возраста доноров, по-моему, все-таки грустно осознавать, но это тоже связано с тем, что ужасно большой отток молодого населения из Латвии в другие страны. Да, 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 мы это тоже отметили. Соответственно, это явно связано с тем, что благосостояние в стране, ну, оставляет желать значительно лучшего. Тут как раз, наверное, какой-то, извиняюсь, но и бизнес присутствует для определенной группы доноров. Спасибо. Такой взгляд. Да, ну, это действительно, мы это видим. Явная связь, да. Стареет наше общество, молодые, может, уезжают где-то учиться тоже, не только на совсем, но уезжают, возвращаются. Этот процесс, ну, действительно, это во всей Европе, как я уже отметила, это старение доноров, это отмечается, потому что Европа вся стареет, к сожалению. Ну, ладно, наверное, стремительнее, на самом деле, немного, чем другая часть Европы. Ну, насчёт бизнеса я всё-таки не согласна, потому что я там никакого такого бизнеса не вижу, но действительно, мы очень рады теми донорами, которые приходят уже и возвращаются. Потому что это одна работа привлечь первичных, если можно так сказать, молодых доноров, которые пришли первый раз сдавать кровь. И наша задача, действительно, эту процедуру сделать настолько приятной, чтобы они вернулись, чтобы они поняли, как это легко и вернулись. Если говорить, ну, раз уж о бизнесе сказал наш радиослушатель, вы хорошо помните, что в Литве был скандал пару лет назад, связанный с коррупцией, там высшие должностные лица были задействованы, замешаны. И в том числе и Латвия тоже, ну, то есть, в тот момент был разговор с Андой Чакшей, и с вами, я так понимаю, тогда тоже. Вот, во-первых, чем всё это закончилось, по крайней мере, для Латвии? Латвия в этом деле не фигурирует больше, и насколько у нас с Литвой вообще сотрудничество? Ну, там речь шла о том, что определённая фирма хотела монополизировать, вот как это не цинично звучит, сбор плазмы крови. В общем, большой скандал, ну, вы помните. Чем это всё вообще закончилось? Ну, это мы никак, если сказать, ну, в этом обмене крови или плазмы, мы с другими странами не сотрудничаем. Это в нашем законодательстве сказано, что то, что сдаёт наши доноры, это остаётся в Латвии. И в Латвии только центр доноров крови и региональные, 5 региональных больниц имеет право привлечь доноров и брать от них кровь. В других государствах это тоже, если мы говорим о сдаче плазмы, то это частные учреждения, которые это могут делать в Латвии, это запрещено. Но я считаю, что это правильно, потому что мы так можем контролировать, чтобы действительно это не было, не было, было только на благо пациентов. А в плане крат и в плане… Насчёт плазмы, это действительно очень важная вещь, потому что плазму можно сдавать чаще, чем полна кровь. То есть, от плазмы производятся препараты, лекарства, иммуноглобулин и альбумин. И эти препараты очень дорогие, они производятся в мире только в 6-7 компаниях фармацевтических, которые такие медикаменты производят. И они очень помогают после различных серьёзных заболеваний, особенно неврологических, то есть невропатии и после пересадки каких-то органов, и при онкологических заболеваниях. И действительно эти препараты мы получаем, но это всё делает Центр доноров крови, поэтому в Литве ситуация иначе, и мы никак с ними, с этим не связаны. Но правоохранительные органы, тем не менее, почему-то Латвию в тот момент… Они спрашивали, какая у нас сотрудничество, действительно, какая связь здесь сотрудничества с Литвой. Да, глава Госцентра доноров крови Эгита Пола у нас сегодня в гостях. Значит, если говорить вот о крови, то она, ну, на экспорт это так не скажешь, конечно, плохое слово, но в смысле, что мы не помогаем таким образом, как, например, донорские органы, как мы знаем, вот Литва на вертолёте, в Литву на вертолёте даже несколько раз уже были такие случаи, с кровью такого не происходит. Нет, нет, и в нашем, действительно, законодательстве сказано, что кровь из государства не вывозит и не возит. С исключением чисто плазмы на производство фармацептических конкретных препаратов, которые из нашей плазмы возвращаются полностью Латвии к нам. А вот то, что происходит в здравоохранении, вопрос, ну, опять же, вы, наверное, сами лучше меня знаете, вопрос зарплат, вопросы и политические, и экономические, вы как-то ощущаете, понятно, что они в большей степени касаются медиков другого профиля, это идёт речь о медсёстрах, ну, и других врачах, ощущаете как-то вообще, в каком-либо смысле, в финансовом или будь то вот доноры те же? Конечно, ощущаем, потому что у нас тоже работают медики, медсёстры, им тоже мы повышаем в мере возможности зарплату, и действительно тоже сталкиваемся с теми же проблемами, как старение персонала, нехватка персонала, ну, стараемся как-то привезти, всё то же самое, да. У нас немножко иначе специфика, потому что у нас нет этого, это и работы круглосуточно, но… Интенсива такого хотя тоже стоит? Ну, есть, у нас есть, конечно, центр донора крови по выдаче крови работает круглосуточно, но по сбору крови нет, немножко другая специфика, но в основном те же самые проблемы, конечно. Ну, сейчас вот, да, такой заочный получается, не заочный, но такой конфликт между медиками, которые по-своему рассчитали, например, деньги на зарплату, депутаты, вы, наверное, знаете, свои там расчёты проводят, там совсем другие цифры. Вы ведь в Минздраве работали очень много, у вас очень хороший опыт, вы знаете эту систему. Вы как вот это всё видите? В чём там корень вообще всей этой проблемы? Ну, я, конечно, поддерживаю позиции Министерства здравоохранения, потому что я знаю, как формируется и как определяется нынешняя система определения заработной платы. И я думаю, что нужно всё-таки больше общаться друг с другом и обменяться информацией, и тогда эта картина становится яснее, потому что сначала, может, каждому кажется, что это довольно просто, взял, рассчитал, поделил 20% дополнительно, но система здравоохранения довольно сложная, это везде, не только в Латвии, и тем более определение заработной платы, потому что она бывает очень разная, специфика очень разная, сложность работы, интенсивность работы очень разная, и всё это нужно учитывать. И, ну, как-то если идёт обмен информацией, мы разъясняем, как это формируется, тогда обычно это понятие возникает, что нигде эти деньги нигде не пропадают, всё-таки их недостаточно. Это доказано, это доказала и Всемирная организация здравоохранения, и ОССИД тоже, что у нас просто меньше процента от… ВВП. У нас это где-то 10% пока в Эстонии, 14% из всего бюджета на здравоохранение. Это, этими всё сказано. Ну, если такой чуть-чуть провокационный, может быть, вопрос политическую эту историю закрывая, вы, как я уже сказал, работали в Минздраве очень много, на разных довольно высоких должностях, и, в принципе, не исключено, что в будущем у вас возникнет, как-то сказать, возможность появиться во главе Министерства. Если бы у вас появилась такая возможность, вы бы хотели или нет? Нет. Почему? Я… нет, я не политика, и я всё-таки вижу себя в практической работе и больше в медицине практической… Разве не такие люди нужны как раз во главе Министерства? Нет, я думаю, что практикам нужно работать в практике, и каждому нужно заняться тем, что он имеет лучше всего. Никак, никогда политика – это, ну, не моё, если можно так сказать. Конечно, я всегда интересовалась этим и работала с этим, но нет. Угу. Но вот в эти дни как раз, если я правильно понимаю, исполнилось два года, как вы возглавляете, правильно? Да, да, 8 января. 8 января возглавили госцентр доноров крови, а предыдущая глава ушла, конечно, так, нельзя сказать, что очень по-хорошему, её скорее ушли, и было это связано тоже с массой там на фоне каких-то всяких скандалов, в том числе, вот один из громких тогда в те годы был, что связаны с заражением человека гепатитом при приездаче крови, помните, да, и всё это свелось к тому, что… Да, конечно. Ну, естественно, да. Свелось к тому, что был недосмотр в аппаратуре и прочее. Вот что за эти два года, насколько всё это удалось исправить, вырулить и так далее? Ну, знаете, ну, сначала сразу скажу, никакого заражения не было. Ну вот. Да, это, да, и основа всего, как мы говорим, как мы все вопросы прокомментируем, и как это воспринимается, что кто услышал, и как к этому относился, это была основная причина, потому что, конечно, каждую, это тоже очень важно, мы ещё не коснулись этого всем будущим донорам и имеющимся донорам, очень важно знать, что мы действительно проверяем перед переливанием, перед это донорская кровь идёт к пациентам, мы тщательно проверяем донорскую кровь, и мы проверяем на 4 инфекции, то есть гепатит B, гепатит C, ВИЧ-инфекции, то есть СПИД и сифилис-инфекции, и только когда эти все инфекции отрицательные в наших провках, в анализах показываются, тогда только даётся зелёный свет переливания. А что за ситуация тогда возникла? Там ведь с аппаратурой была проблема. А там немножко поменялась аппаратура на более чувствительную аппаратуру, и это связано просто с медицинским, когда вы переболели какой-то болезнью, это не значит, что вы больны, но антитела циркулируют, продолжают всю жизнь циркулировать вашей крови. И мы, как правило, таких доноров, число доноров выключаем, хотя они никак не могут заразить других доноров, они здоровы сами, но чтобы лишь… Другие государства имеют разные подходы, это тоже связано с какими-то протоколами, но мы таких доноров всё-таки больше как доноров не берём. И там мы перешли, центр доноров в крови перешёл на более чувствительную аппаратуру, и там показались эти ложноположительные результаты, перетестируя… А человек был… Да, это… И тогда мы просто… Но его кровь могла представлять опасность? Опасность бывает всегда, всё-таки это живая субстанция, опасность всё-таки бывает. Поэтому и учёные уже много лет работают над этим, чтобы создавать синтетическую кровь. Кстати, насколько мы близки к этому? Всё далеки, да? Да, всё-таки нужно сказать, что далеки. И это очень уникально. Я всегда во всех интервью это говорю, потому что это действительно уникально, потому что у нас такой технологический прогресс во всех отраслях. Но то, единственное, чтобы создать искусственную кровь, мы ещё способ не нашли, потому что это уникальное вещество, как эритроцит, который делает такое фантастическое дело в нашем организме, он снабжает или, можно сказать, переносит кислород по нашему организму, и это даёт нам жизнь. И этих клеток эритроцитов миллиарды. И поэтому, наверное, это суть того, что мы не можем найти способ, как их сделать искусственными. Поэтому призываем в 2020-м всё ещё призываем. Так что стопроцентно ничего никогда, но это была немножко такая буря в стакане, потому что нужно было немножко иначе это всё прокомментировать. Не остаётся времени, к сожалению, поговорить про условия для сдачи крови, один просто вопрос. Люди с татуировками могут сдавать кровь? Да, могут, но это важно, когда было последнее татуирование. Ясно. Спасибо большое. Директор госцентра доноров крови Эгита Пола была у нас сегодня в гостях. Всего вам доброго и до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...